Чего же состоит семя? Вообще семя очень классный орган для размножения, потому что там есть запас питательных веществ и этих веществ там много. Посмотрим на картинку. Почему-то семени нарисовано два. Недаром, потому что можно все семена разделить на два принципиальных вида строения. Это семена однодольных и двудольных растений. На первой картинке это семя двудольного растения. Так и напишем. Семя двудольного. На второй картинке семя однодольного. Посмотрим. Сначала разберемся с семенем однодольного растения. Чего тут есть, чего здесь нет. Вообще у любого семени есть, поспешил. Первое. У этого семени есть семенная кожура. Семенная кожура. Это раз. Второе. Здесь у нас будет эндосперм. Так, а дальше начинается интересное. Смотрите сюда. Вот в этом месте. Это семидоля. Вот здесь. Вот в этом месте. Зародышевая почечка. Зародышевая почечка. Вот здесь. Зародышевая стебелек. И в этом месте зародышевая корешок. Когда вы говорите про семя, очень важно говорить нежно, с уменьшительно ласкательными суперксами. Нельзя говорить стебель зародышевая или корень. Именно стебелечек и корешочек. Нет, ну не настолько. Просто стебелек, корешок. Почему? Потому что они маленькие и они зародышевые. Стебель. Это вот у взрослого растения у него стебель есть. А здесь именно стебелек, потому что он зародышевый. И все четыре образования, которые мы сейчас написали, записали, обозначили, которые называются вместе с зародышем семени. Зародыш семени. Итого. Итого у нас получилось раз, два, три. Три принципиальных образования, которые должны быть у семени. Давайте еще раз. У каждого семени должна быть семенная кожура, эндосперм и зародыш семени. Если говорить про функции. Какие функции будут у семенной кожуры? Конечно, защита. Она будет покрывать семя изнутри и защищать то, что находится. Она будет покрывать семя снаружи и защищать то, что находится внутри. Эндосперм. Еще раз показываю, где он. Все вот это большое пространство является эндоспермом. Функция эндосперма запас питательных веществ. Помните, я сказал, что питательных веществ здесь много. Действительно, посмотрите, какой он большой. И у любого семени должен быть зародыш. Зародыш это зачаточное, маленькое зачаточное растение. У него даже есть органы, которые есть у взрослого растения. Вот, 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 из него потом развивается само взрослая форма растения. Теперь перейдем к первому рисунку и обозначим все, что есть здесь. Начнем с семидолий. Так, семидоли. Это будет вот снаружи семени. Красным цветом показываю. Семенная кожура. Внутри, между семидолями, вот здесь, это все зародыш семени. И он состоит из зародышевого крышка, зародышевого стебелька и зародышевой почки. Ух, а все вместе напомню, что это зародыш семени. Теперь, чем же отличается семя однодольного от семени двудольного? Ну, прежде всего, двумя семидолями. Если семидоля у однодольного, смотрите, она была одна, показываю вам красным цветом, то у двудольного таких семидолей две, раз и два. Вспомните, фасоль или горох, мы можем разломить их на две половинки. Вот эти две половинки будут семидолями. И если вы внимательно посмотрите на первый рисунок, то не найдете здесь эндосперма. Неужели его нет? Его не может не быть, потому что у семени он есть всегда. Эндосперм у двудольных растений слился с семидолями. Именно поэтому, посмотрите, какие они большие, просто огромные семидолины, потому что они сливаются с эндоспермом, и одновременно с тем, что они семидоли, они запасают питательные вещества. Вот в этом отличие одного и второго семени. Ну и напоследок, семидоли однодольного растения, то есть вот эта вот семидоля, иногда называется щиток. Это слово-синоним вы можете использовать как одно, так и другое. На этом все.